Депортация немецкого населения СССР, осуществленная в 1941 году, до сих пор в российском обществе оценивается неоднозначно. Тем не менее, я решила написать стихотворение про своего дедушку Гертер Александра Александровича, командира роты 41-го танкового полка 21-й танковой дивизии, сражавшегося за нашу родину и погибшего в бою под Выборгом 4 июля 1941 года, в день рождения своей дочери. Моей мамы, коренной жительницы нашего поселка Станционно-Аяшинский, фунг Ларисы Александровны. Своё стихотворение я назвала «В роддом принесли похоронку». Мой дедушка заживо в танке сгорел, защищая страну, А бабушка в тесной землянке с детьми прожила всю войну. Историй подобных немало, у каждой семьи есть своя, А той, что от мамы узнала, сейчас расскажу вам и я. Начало войны, 41-й, дед папой опять должен стать, Но дочку жене офицера пришлось овдовевшей рожать. В роддом принесли похоронку. Хоть плачь ты, хоть криком кричи, В груди прижимая ребёнка, Она, стиснув зубы, молчит. Смерть мужа и дочки рождения Злой рук воедино связал, Но бабушке Бог дал терпение И силы пройти всё послал. Ведь дома ещё два сынишки, Не зная про гибель отца, Ждут маму свою и малышку Из фронта вестей от бойца. Их радость сплетается с горем, А следом другая напасть. Этнических немцев всех вскоре В Сибирь депортирует власть. Отправились в дальние дали, Покинув дома стар и млад, Родных из Поволжья ссылали, А их проводил Ленинград. Катились горючие слёзы Из глаз офицерской жены. Ваяши их ждали морозы И тяготы страшной войны. Вы немцы, а значит фашисты, Кричали им многие вслед, Не зная про подвиг танкиста, Которым был немец, мой дед. Скрывать эти факты не стоит, Горжусь! И пишу я, как есть, Мне, немке, Быть внучкой героя. Великая выпала честь!